Добыча электричества испарением воды. Миф или реальность? Современные технологии позволяют добывать энергию из множества источников – от солнечного излучения до геотермальных склажин. Однако новое изобретение, разработанное учеными из Университета Колумбии, Нью-Йорк, США во главе с биофизиком Асгюром Сахин, позволяет использовать самый обычный процесс испарения воды как источник огромного количества чистой электроэнергии. Испарение – это процесс, с помощью которого вещество переходит из жидкого состояния в газообразное. Как правило, испарение является следствием нагревания вещества до определенной температуры. Масштабы энергии, которые тратятся на процесс испарения по всей планете, на самом деле весьма велики, хотя мы в повседневной жизни и не замечаем этого. Исследователи предлагают установить на пресноводных водоемах двигатели, которые не только вырабатывали бы электроэнергию, но и вдвое уменьшили бы интенсивность самого испарения, что во многих ситуациях позволит сохранить огромные запасы питьевой воды. Команда ученых разработала две экспериментальные установки, в которых используются бактериальные споры, обладающие способностью расширяться при поглощении воды и сжиматься при ее потере. Первые экспериментальные установки – это способность реализована с помощью лент с нанесенными на них бактериальными спорами, напоминающими мышцу, расположенную чуть выше водного слоя. Когда испаряющаяся влага поднимается вверх, то ленты, натянутые по принципу жалюзи, расправляются и создают щели, благодаря которым в них поступает воздух и помогает лентам снова высохнуть и избежать переувлажнения. Принцип жалюзи в данном устройстве выполняет еще и функцию контроля испарения, при котором искусственное закрытие или открытие шторок устанавливают регулируемую силу испарения. Во втором экспериментальном устройстве, названном учеными «водяная мельница», эти же ленты со скорами прикреплены к пластиковым колесам, помещенным на половину во влажную и сухую среду. Сжимание и разжимание лент в этом устройстве способствует вращению колес. Электричество и в первом, и во втором случае генерируется за счет движения, создаваемого лентами при подключении устройства к генератору тока. Как показывают расчеты ученых, только в США подобные паровые генераторы тока смогут вырабатывать примерно 325 гигаватт электричества, что эквивалентно 70% текущей мощности всех зеленых и обычных электростанций Соединенных Штатов. Дополнительным плюсом от их постройки будет то, что такие установки будут производить не только ток и тепло, но и чистую питьевую воду, уменьшая ее объем, испаряющийся в атмосферу. В отличие от энергии света и ветра, вода испаряется одинаково хорошо и в солнечную и пасмурную погоду, и темпы ее испарения, как объясняет Сахин, можно контролировать, что позволяет запасать энергию и расходовать ее так, как захочет это делать потребитель. Если технология получит распространение, то ее использование повлияет и на локальный климат за счет изменения степени испарения воды. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info-sobaka-geocenter.info с пометкой для климат-контроля. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.